Всем доброго времени суток, уважаемые мои друзья, подписчики. И сегодня я вам покажу, как приготовить рис с курицей. Прошу заметить, не рис и курицу, а рис с курицей. Это довольно простой рецепт, несложный, каждый может это сделать. Приступаем. И так, как обычно, у нас первым делом идут ингредиенты. Все, что нам нужно, это луковица, довольно большая курица. У меня в голени могут быть любые части курицы. Хотите, используйте бедра, но их все-таки нужно будет вам порезать. Есть у меня приправа для курицы. Любую вы можете использовать, у меня такая. Ну и, соответственно, рис. Первым делом, что мы делаем, первым делом, что мы делаем по тавтологии, мы с вами сейчас замочим рис. Вот у меня есть рис, самый простой рис круглозерный, я его купил за 30 рублей в магазине. Количество риса вы сами регулируете. Если у вас много курицы и большая тара, вы его берите побольше. Я вот взял, ну, сколько здесь, килограммовый, часть, треть. И первым делом мы его замачиваем с вами и промываем в воде. Нам нужно промыть его, как на плов, чтобы вода была у нас прозрачная. Вот я прям поставлю ее на мелкий. Сюда прям пусть она потихонечку льется, я выключать не буду. И промываем его. Ну и сейчас мы будем с вами жарить курицу. Рис у меня промывается. Кстати, на удивление, не очень он мучнистый такой. Вот у меня есть военная пловная сковорода моя. Она, конечно, тефлон тут давно умер, скончался смертью храбрых в процессе эксплуатации. Но она такая толстостенная и глубокая достаточно. Немного похожа на казан чуть-чуть. Все, достаточное наливаю я масла. Сейчас она, но не как на плов. На плов все-таки наливается побольше. Здесь у нас процесс, он будет похож на процесс приготовления плова. Но с некоторыми нюансами. А именно, у нас будет отсутствовать морковь. Она нам здесь не нужна. Как я понимаю, что с морковью все-таки курица не очень сочетается. Поэтому мы ее использовать не будем. Так, ну что, сковорода у нас нагрелась. Я надеюсь, достаточно. И сюда мы отправляем наши с вами куриные голени. Нам нужно их обжарить. У меня их тут 7 штук. Но все они достаточно большие. Я их все добавлять не буду. Вот я добавлю 4 штучки. Считаю, этого будет достаточно. Все, ждем, когда обжарится наша с вами курица. Да, я забыл добавить, что курица, курицу мы не солим, не перчим, никакими приправами не обрабатываем. Просто обжариваем на достаточно большом огне. Тем временем, пока у нас обжаривается наша курица, мы, не теряя и не мешкая, начинаем с вами резать лук. Лук мы с вами режем полукольцами. Достаточно полукольцами, прям мелчить нам не нужно. Он, это у нас все равно, лук будет обжариваться и тушиться в процессе приготовления. Все, вот эти вот части нам не нужны. И режем с вами полукольцами наш красивый лук. Я взял одну, достаточно большую луклицу. Все, вот это количество лука на наши 4 с вами окорочка, ну, голени, будет достаточно. Процесс у нас отжарки идет с вами. Ждем, когда все это обжарится. И тогда, как вы правильно догадались, мы сюда добавим лук. Курица наша обжарилась. Я ей сильно не стал, для сильного такого поджаренного цвета обжаривать. Вот, но все равно она приобрела определенный цвет и вкус. Вот, и сюда мы теперь смело к с вами добавляем лук. И обжарим его. Сильно обжаривать лук мы тоже с вами не будем. Просто, чтобы он нам чуть-чуть карамелизовался, как я говорю, все время. И так, я вам хочу сказать, что все равно вот курица, вот эти покорочка, или там как, они все равно чем-то там нашпигованы. Стреляет, вода в них выделяется. Раньше такого не допускалось. Все, обжариваем с вами лук. Я лук сильно не обжариваю, не делаю черным. Вот чуть-чуть он прям схватился, чуть-чуть карамелизовался. И сейчас сюда мы с вами смело я добавляю, мы с вами, я добавляю. Вот у нас приправа была для курицы с чесноком. Любую можете взять. Но вот так вот достаточно хорошо я ее добавил. Пусть она немного вместе с нашим луком и курицей немного здесь прям обжарится чуть-чуть. А потом, как вы правильно догадались, мы сюда нальем немного. Ну, то есть как немного, зальем все это. Вот, все это красоту, всю эту красоту мы зальем горячей водой. Я чайник уже скипятил, у нас готов. Напоминаю, вот смотрите, как это все получается. Ничего мы здесь с вами не солили пока. Вот когда мы зальем кипятком и дадим это все постоять какое-то время, чтобы все это обменялось вкусами, мы с вами уже будем пробовать на соль. И потом, если нам ее не хватит, мы ее добавим. Все прям, ну, я думаю, уже даже можно сейчас залить кипятком. Нечего все разжаривать, чтобы все это обменялось у нас и немного. У нашей кипяточки потушилось. Вот смотрите, я прям ее заливаю. Вот так вот смело кипятком. Смело. Вот так вот. Достаточно, достаточно много. Все, и убавляю газ на минимум. Если бы мы с вами готовили плов, то вот этот у нас назывался бы зирвак. Но у нас с вами не плов, у нас с вами курица. Все, вот смотрите, это даже вот кажется как будто много, но ничего страшного. Это не много. Мы сюда еще добавим с вами рис. Пусть это все немного. Если бы это дальше было, я еще говорю, готовим и плов, там и морковка у нас, и вот этот зирвак у нас бы с вами, ну, минимум 40 минут бы варился. А это у нас, ну, минут 5, ну, максимум 10. Пусть покипит. Сейчас я крышечкой накрою. Все это вкусами обменяется, проникнет одно в другое. Ну, и дальше, как вы поняли, мы попробуем на соль с вами. И сюда будем добавлять рис. Прошло у нас где-то минут 10. Я попробовал уже так называемый зирвак. Он достаточно соленый, солить я больше не буду. И теперь вот в эту субстанцию мы с вами смело забрасываем наш уже промытый. Вот, смотрите, он уже промыт. Запаренный рис. Рис, он обладает такими качествами, прям не стесняемся, это не плов, тут слойность не обязательно. Рис, он обладает такими качествами, что он, продолжаю я, что он, если мы его просто сварим в воде, то он будет такого нейтрального вкуса. Но если мы его поместим в какую-то вот среду, а именно у нас сейчас тут и приправы, и сок курицы нашей прожаренный немного, и лук здесь, то он приобретает, впитывает в себя вкус и насыщается им, и очень становится вкусно. Не смотрите, что столько много у меня здесь воды. Сейчас я оставлю крышку открытой, и вся эта вода у нас выкипит. Все, сейчас мы ставим на средний огонь, не на маленький, а на средний, и будем с вами варить в этом вот зирваке, в нашей вкусной вот этой жиже, соке, в приправах будем варить рис. Смотрите, вот достаточно у нас сильно, все это кипит. Я вам хочу сказать, вид уже очень аппетитный. В приправе, наверное, содержался, ну, я не знаю, какие-то, может быть, паприка или другие, вот, может, как она называется, еще такую, желтого света. Ну, какие-то приправы. И вот они, видите, уже рассвет такой, цвет дали, такой золотисто, такой красноватый. Ну, вот, соответственно, и курица сейчас впитывает все эти вкусы, и запахи от приправ, и рис, он тоже питается этими вкусами. И все у нас, видите, начинает обмениваться этими вкусами, как я люблю говорить. Вот, смотрите, уже вода выкипела, и рис уже, смотрите, вот, видите, стал больше, очень вкусно. Я вам, друзья, хочу сказать, это очень будет вкусно. Все, давайте, мы теперь ждем, когда полностью у нас выкипит с вами вода. Вот, смотрите, фактически у нас вода вся выкипела. Вот у нас, я вам хочу сказать, я в процессе выпаривания воды несколько раз помешал рис, потому что с краев он, как бы, меньше прогревается, в центре сильнее. Но вот так вот у нас это все выглядит. Я, честно сказать, это не плов, я вам сразу скажу, и доводить до состояния, когда там, ну, рис, он будет сильно сухой. Я, как бы, некоторые люди, другие нет, и я не люблю, я люблю, чтобы вот он был не то, что как каша, но все-таки такой сочноватый. Но все равно, дальше у нас действия такие, как и в плове. Мы немного, вот, берем с краев рис, который нам, в принципе, не нужен на краях, и вот так вот в центре немного, прям подгребем, чуть-чуть. Вот так вот сформируем такую определенную горочку. Окорочка у нас, или у нас здесь с вами не окорочка, а голени, они вот уже внутри. Вот так мы, смотрите, культурно сформировали с вами определенную шапочку, бугорочек. Ничего страшного, что какие-то части курицы у нас выступают. Это ничего, она уже готова. Рис у нас практически тоже готов. Ммм, солить мы больше ничего не будем. Теперь у нас получилась такая шапочка, и мы все это накрываем крышечкой. Самый-самый медленный огонь ставим, и давайте, ну сколько, ну 20-25 минут. В плове это где-то минут 45-час делается, но мы с вами долго это готовить не будем. 20-25 минут, потом откроем и поглядим, что у нас получилось. Прошло 20 минут, 25 даже. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну что, вот так вот все выглядит. Рис достаточно у нас рассыпчатый, но в то же время сочный, посмотрите какой. Положим сейчас в тарелочку. Здесь у нас лежат курица. Давайте сначала достанем ее. Вот у нас, смотрите, видите, голень. Наши мою прям раз. И кладем. Да, рис очень сочный. Несухой, вкусный, напитался. Ну, на плов, я вам хочу сказать, он, наверное, должен быть посуше. Но здесь у нас как бы не плов. Я в этом блюде сухой рис не люблю. Вот смотрите, он типа ризотто получается. Такой прикольный. Сочный весь такой напитавшимися вкусами. Очень вкусный. Ну что, уважаемые друзья. Я надеюсь, рецепт был вам полезен. Желаю вам приятного аппетита. Всего самого хорошего. И что самое главное, здоровья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok